всем привет меня зовут елена и вы на моем канале студия вкуса наконец-то мы с вами дождались третью часть третью часть нашего большого видео о том как я делала пастилу по вашим рецептам надеюсь видео вам понравилось рецепты тоже но вот сегодня хочу показать результат и рассказать о своих впечатлениях очень красивая пастила получилось по цвету глаз радуется и очень красиво такая пастила будет смотреться в наборах надеюсь в этом вы со мной согласны давайте посмотрим с вами пастилу поближе а вот это пастила у меня была из свеклы с добавлением свеклы и посмотрите вот какой цвет получился очень похож на вишневую пастилу гладкая эластичная и красивая пастила вот это пастила была у меня с добавлением тыквы лимона и имбиря вот такая яркая красочная пастила у нас с вами получилось здесь мы краешки аккуратненько обрежем они будут у нас красивые это пастила из тыквы но вот смотрите давайте сравнение посмотрим да вот тыквенная пастила а здесь мы еще морковку добавили вот получился такой более оранжевый более яркий красивый цвет но и вот это пастила это у меня тыква и морковь здесь уже без имбиря идет но вот это пастила друзья у меня совсем тоненькая получилась и видите она у меня вот такая вся получилась некрасивая потресканная почему-то вот то есть это вообще не годится никуда это будем есть сами что хочу сказать по нашему эксперименту конечно ничего не могу сказать про цвет очень все красиво очень все хорошо но чтобы я изменила я не буду говорить о рецептах девочек потому что у некоторых девочек нет четкой рецептуры я буду говорить о своей пастиле которую я делал вот там кто-то писал что очень много воды и так далее ну я повелась на это дело я в этот раз стал добавлять воду ну вы помните да добавляла совсем немножко воды но что хочу сказать вот это вот не мой формат пастилы с водой да потому что слом получается маловесная она получается тонковатая и получается мало весит мне как бы не подходит не нужно я делаю обычно более такую плотную боль более толстенькую пастилу вот то есть мне нравится когда она такая прешься в руки она такая увесистая да и и пламываешь приятно кушать вот все таки тонкая пастила это уже не моё это первый момент то есть первый момент я бы добавляла меньше воды я бы не делала пастилу такой жидкой то что помните я прям наливала на лист и она так хорошо разливалась это очень удобно девчонки потому что вылил потрес и поставил сушиться это очень удобно не надо когда пастила плотная пюре густое то нужно очень много времени потратить чтобы его размазать по поддону это отнимает время бывает и нервы но это того стоит поэтому прежде всего прислушайтесь пожалуйста я бы добавляла меньше воды это первое тем более когда мы с вами но я например я тушила морковь я тушила свеклу и мы же тушим воде то и немножечко там воды остается и потом пюрируем это все вот с той жидкостью в которой осталось при тушении и это вот как бы нам добавит воду второе все это хорошо дает свет яркий все красиво смотрится но девчонки если бы мы с вами добавили сок этих овощей свежий свежевыжатый вот свеженький свежие овощи свежая свекла свежая морковь и мы с тушили все все смешали все тушеное кушайте вот а вот если бы мы добавили сок свежевыжатый да во первых он бы окрасил он также бы окрасил пастилу нашу красиво во вторых он дал нам больше пользы в пастиле да и в третьих вам не пришлось бы добавлять воды вот какой сок выжили какой сок есть и тогда у вас и консистенция будет более менее хорошая и не такая тугая да и все-таки пользы больше поэтому два таких момента я все-таки буду учитывать своих приготовлениях если я буду пользоваться этими рецептами ну и вам советую прислушаться то есть во первых толщина меньше воды а во вторых больше пользы и с натуральным соком с выжатым соком из овощей почему я говорила что я очень жалею что у меня нет соковыжималки а вот то есть и с соком из овощей это было бы больше пользы может все-таки при продаже пастилы прежде всего говорим о пользе продукта да вот кто начинает девчонки там пишут мне что вот завела страничку начинаю продавать начинаем угощать знакомых ну так вот мы должны людям рассказывать о своем продукте показывать свой продукт и в том числе говорить о пользе этого продукта поэтому чем больше у нас свеженького тем лучше вот это такие мои наблюдения это вот мои выводы по поводу наших нашего видео с вами длинного большого видео которое я растянула на три части а вот ну а уже ваше дело прислушиваться или нет мы в конце я конечно хочу поблагодарить всех девчонок которые пишут комментарии которые пишут свои рецепты делятся этими рецептами я же опять под видео написала рецепты девчонок чтобы вы не бегали не искали по которым я снимала это видео по которым я делала с вами вместе пастилу я написала свои рецепты и я написала свои замечания вы хотите свои идеальные рецепты пробуйте делайте то что вкусно это однозначно вкусно вот ну и делитесь с нами ну и увидимся с вами в следующем видео до новых встреч